Всем привет! На дворе зима, ураль месяц, и сегодня выходной день, и мы по традиции на даче. В сегодняшнем видео я вам расскажу об одноклеточной водоросли под названием хлорелла. В данном видео я покажу, как можно выращивать хлореллу в домашних условиях. Также в конце видео мы произведем замеры уровня распоренного кислорода в пруду, также замеряем уровень pH, и посмотрим, как влияет на эти два показателя наша одноклеточная водоросль. Итак, смотрим, вот так вот работает наша аэрация. Вот такую большую половину уральона. Напомню, что за аэрацию отвечает компрессор SunSan ASO 016. И, несмотря на проблемы, которые у нас есть в стране, то есть отключение электроэнергии, иногда они длятся в 12 часов, особенно это плохо, когда отключение приходит на ночь. За ночь образуется довольно толстая горка льда, но благодаря мощности данного компрессора он все-таки управляет на любой горка льда. Иногда даже размывало горку льда в 7 сантиметров. Итак, что же нужно для того, чтобы вырастить хлорелу в домашних условиях? Для этого нам нужна сама хлорела. В данном случае это суспензия хлореллы. Вот такой вот темно-зеленый насыщенный цвет. Также можно использовать констрат хлореллы, либо пасту. Паста и констрат используются, когда необходимы большие объемы хлореллы, и необходимо их доставлять на большие расстояния. Для того, чтобы платить за их доставку меньше денег, чем за саму субпензию, для этого используется констрат и сама паста. Второй элемент, который нам необходим для выращивания хлореллы, это жидкое минеральное удобрение прозрачного цвета. Я также попробовал очень много других различных удобрений, в том числе суперфосфат, аммиачная селитра, различные порошковые удобрения. Но они очень плохо подходят для хлореллы. Лучше всего подходит удобрение для роз. Почему оно должно быть прозрачным? Потому что если вы добавляете удобрение какого-то там черного-красного цвета, вы не видите, как размножается сама хлорелла. Как она зеленеет из светло-зеленого цвета, будет темно-зеленый цвет и превращается уже в настоящую суспензию. И третий элемент, который нам нужен для выращивания хлореллы, это обычная водичка. Мы можем брать кокталую воду, брать снег на улице, растапливать его и получать таким образом воду. Я обычно беру воду из колодца. То есть у нас должна быть обычная живая вода. Перед тем, как добавлять сюда хлореллу, водичку нужно нагреть до комнатной температуры. Затем мы добавляем наше минеральное удобрение. Минеральное удобрение добавляется согласно инструкции. Здесь у нас указано, что на 1 литр воды необходимо 10 мл. То есть на 4 литра воды это нужно 40 мл. Это, грубо говоря, полтора колпачка. Я заранее в эти все бутли подоливал минеральное удобрение. Добавлю лишь последних 3 бутли. Берем, замеряем на колпачок. Один колпачок. Еще половинка. Есть. Переставляем леечку в другой. То же самое. Целый колпачок. И половинка. И оставшийся третий бутыль. Целый. И половинка. Готово. Затем теплую воду с минеральным жидким удобрением. Закрываем крышечкой и перемешиваем. И четвертый и пятый элемент, который нам необходимы для вращения флорелы. Это солнечный свет, солнечные лучи и тепло. Поэтому мы наши бутли с водой ставим на подоконнички. Здесь будущая наша хлорела будет получать солнечный свет, солнечные лучи для фотосинтеза. Также внизу под подоконниками расположены батареи, которые будут давать тепло нашей хлорелле. Итак, идеальная пропорция для вращения хлореллы. Это полулитра суспензии хлореллы на пятилитровую бутыль. В водичке здесь мы наливаем 4 литра и полулитра наливаем суспензии хлореллы. Ну, так как у меня здесь я посчитал 30 литров воды, а суспензии всего лишь 10, 10 делим на 30, получается 330. Поэтому я на нашей баночке сделал отметочку, замерил заранее 330 миллилитров и будем добавлять по 330 миллилитров. Конечно, хлорелла будет развиваться намного дольше, чем при констрации полулитра на 4 литра воды. Но ничего, мы никуда не спешим. Сколько нужно времени, чтобы нашей хлорелле разложиться до уровня суспензии? При концентрации полулитра на 4 литра воды летом ей достаточно 2-3 недель, чтобы набрать концентрацию суспензии. Зимой же при такой концентрации достаточно 3-4 недель. Но так как мы будем добавлять на 4 литра воды 330 миллилитров, я думаю, за 4-5 недель она все-таки достигнет вот такой концентрации. Мы тем более не спешим никуда. Итак, начнем. Берем нашу суспензию, предварительно переболтаем и наливаем нашу мирную баночку. Вот такой вот она прозрачности. И выливаем первую бутылку. Перемешиваем и наливаем в следующий. Итак, что же такое хлорелла? Хлорелла – это одноклеточная зеленая водоросль, живущая в пресноводных водоемах. Научное открытие этого микроорганизма произошло в 1890 году, когда ее впервые описал нидерландский биолог Бейеринг. Однако ученые этого времени не уделили микроводоросли должного внимания. Переломный момент в истории хлореллы произошел после ядерных бомбардировок Японии. Все помнят Хиросиму и Нагасаки. Когда с ее помощью удалось восстановить и очистить от радиации большие площади пораженной почвы и водоемов. Вскоре полезные свойства хлореллы были подтверждены научно. Одноклеточная водоросль была признана эффективным натуральным антибиотиком, а также стала широко применяться в животноводстве. В середине 1950-х годов появился первый японо-американский проект, который вывел хлореллу на мировой рынок. С этого момента микроводоросль начала поступать на прилавки магазинов в сухом и гранулированном виде. Употребление хлореллы внутрь улучшает общее состояние организма. Прием микроводоросли рекомендован при хронических заболеваниях, поскольку она содержит большое количество соединений антиоксидантов. Это помогает эффективно бороться с сахарным диабетом, заболеванием почек, опухолями и атеросклерозом. Какая же основная польза хлореллы для организма? Хлорелла ускоряет метаболизм, поддерживает уровень глюкозы в норме, нормализует работу кишечника благодаря высокому содержанию клетчатки, ускоряет заживление ран, язв и прочих повреждений тканей, повышает сопротивляемость к стрессам, очищает от токсинов, так как обладает свойством впитывать отравляющие элементы, замедляет старение, являясь сильным антиоксидантом, стимулирует работу головного мозга, улучшая память и концентрацию внимания, стабилизирует артериальное давление, повышает активность клеток иммунитета, ускоряет период восстановления после травм и переломов. В ходе исследований ученые выяснили, что хлорелла позитивно влияет на гормональный баланс и приводит в норму метаболизм. Регуляция обменных процессов повышает энергию и стимулирует кровоснабжение тканей, что также приводит к сжиганию жира и снижению массы тела. Этим и объясняется эффективность хлореллы для похудания. В спортивном питании хлорелла занимает особое место. Регулярное употребление микроводорослей существенно улучшает показатели атлетов и повышает эффективность тренировочного процесса. Хлорелла ускоряет процесс восстановления после соревнований, тяжелых тренировок и спортивных травм. Большая польза хлореллы объясняется и тем, что она выводит вредные соединения молочной и мочевой кислот, которые образуются при высоких физических нарусках. Какими полезными веществами обладает хлорелла? Хлорелла признана рекомендентом по содержанию нутриентов. Эта микроводоросль содержит в составе ценные аминокислоты, минералы, витамины и необходимые для организма человека компоненты. В частности, в составе микроводорослей имеется 20 аминокислот, 8 из которых являются незаменимыми. Хлорелла содержит большое количество витаминов. Витамин А, витамин В1, В2, В6, В7, В12, Витамин Е, Витамин С содержит йод и железо. Помимо этого, хлорелла богата витамином С, который является необходимым условием для усвоения железа организма. Хлорелла – уникальный источник макро- и микрокомпонентов, необходимых для правильного функционирования организма, таких как фолиевой кислоты, кальция, фосфора, калия, кобальта, магния, цинка. Клетки микроводорослей очень богаты зеленым золотом – хлорофилом. Это вещество очищает кровь, а также способствует образованию клеток крови – эритроцитов. Новые эритроциты снабжают кислородом клетки человеческого тела, способствуя общей детоксикации организма. Зеленые микроводоросли отличают беспрецедентно высокое содержание белка. Присутствие этого компонента составляется выше 50%. Этот показатель существенно превосходит любые продукты растительного происхождения. Например, в мясе содержится около 6% белка, в пшенице – 12% белка, а в хлорелле – более 50% белка. Микроводоросли очень богаты жирными кислотами, 80% из которых являются полинасыщенными. К примеру, всего в 3 граммах вещества имеется 100 мг омега-3 кислот. При этом они обладают высокой степенью биологической активности и отлично усваиваются организмом. Итак, как же используется хлорелла в рыбоводстве? Размножаясь, хлорелла выделяет в воду природные антагонисты, которые угнетают рост тенезеленых водорослей, препятствуют цветению воды и, как следствие, замора рыбы и неприятного запаха воды. Хлорелла насыщает воду кислородом, поглощая углекислый газ, который она перерабатывает и выделяет кислород. Как следствие, вода становится более насыщенной кислородом. Рыбе легче дышать, а также легче приносить подлёдную зимовку и летнее чрезмерное повышение температуры воды. Хлорелла сама по себе является кормом для рыбы, а также создаёт благоприятную среду для развития кормовых водных организмов – зоо- и фитоплантона, дафни, рычки, калавратки, которые, в свою очередь, поедаются рыбой, а также являются отличным стартовым кормом для малька. Хлорелла – это комплекс из 650 веществ, незаменимые аминокислоты, жиры, витамины, микро- и макроэлементы в легкоусвояемом виде. Этот фактор повышает иммунитет рыбы, сводит к минимуму заболеваемости и отход малька, а также, попадая в организм рыбы, хлорелла выступает как питательная среда для развития бифидобактерий, в результате чего все корма усваиваются намного лучше и быстрее, вызывая прирост от 10 до 30%. При регулярном внесении суспензии хлореллы в рыбоводные пруды улучшается гидрохимический, особенно кислородный режим водоемов, что увеличивает продуктивность рыбных прудов в поликультуре, таких как толстолобик, белый амур, карп, на 20-30%. В зависимости от состояния водоемов, количество вносимой суспензии может колебаться от 5 до 50 литров на гектар по зеркалу водоема. Минимальная норма внесения – 5 литров на гектар. Оптимальным считается норма 30-40 литров на гектар. Меньше вносить можно, если проблема с цветением воды отсутствует, и целью является создание хорошей кормовой базы. 40-50 литров вносится в случае сильной загрязненности водоема, или же если вода имеет ухудшенный химический состав, повышенное содержание углекислого газа, запах сероводорода, пестициды, фосфата и т.д. Для роста хлореллы желательно вносить органические минеральные удобрения. Они вносятся в обычных нормах и зависят от состояния пруда. Так, например, аммиачная селитра вносится по 5-7 кг на 1 гектар по зеркалу пруда. Суперфосфат – 1 кг на 1 гектар. Органические удобрения. Перепревший коровий навоз – 5 тонн на 1 гектар 1 раз в год. Навоз раскладывается по урезу воды и вносится равномерными частями в течение всего летнего сезона, одновременно с минеральными удобрениями. Но если же ваш пруд предназначен не только для разведения рыбы, но и для купания, тогда вносить навоз – не вариант. Мел или гашеная известь – 50-100 кг на 1 гектар, единоразово. Нужно вносить минимум за неделю до внесения хлореллы. Так как если вы внесете известь гашеную после внесения хлореллы, она убьет все микроводоросли, в том числе и хлореллу. Аммиачная селитра и суперфосфат предварительно разводятся водой. Удобрения распределяются равномерно по всему водоему. А как же хлорелла применяется в растениеводстве? После переработки суспензии хлореллы в констрат остается культурная водная среда, насыщенная небольшим количеством живой хлореллы, а также всевозможными микро-макроэлементами и аминокислотами. Ученые насчитывают более 650 различных полезных веществ в данной культуре. Где же применяется хлорелла в растениеводстве? Она применяется в замачивании семян, подкормке, рассаде, поливе взрослых растений, поливе домашних растений. Итак, теперь берем, все бутылочки закрываем и перемешиваем. Также применяется в восстановлении больных, увядших растений. Не является лекарственным препаратом, но повышает естественную сопротивляемость растений. Применяется в восстановлении растений после засухи и перезимовки. Применяется в оживлении и питании почвенной микрофлоры. Какие эффекты можно увидеть после применения хлореллы в растениеводстве? При замачивании семян фитогормоны запускают все необходимые процессы развития, что повышает схожесть до 99%. При подкормке рассады формируется высокий иммунитет, наблюдается более интенсивное и правильное развитие. Стебли становятся более крепкими, лучше развиваются листья и корневая система. При летнем поливе растения становятся более устойчивы к неблагоприятным условиям. Засуха, заморозки, обильные осадки и т.д. Увеличатся сроки плодоношения и общий объем плодов. Повышаются вкусовые качества продукта, так как он становится более насыщенным витаминами и другими полезными элементами. Кстати, видите, здесь рядышком находится кактус. И если вы хотите, чтобы ваши кактусы цвили очень часто, то постоянно поливали кактус фиспензией хлореллы. И он впервые за 5 лет начал очень часто цвести. Как же применяется хлорелла в животноводстве? При выпаивании с суспензией хлореллы животными достигаются следующие результаты. Хлорелла приводит к увеличению повышения яйцоноскости до 15%, увеличению массы яиц на 10-15%, увеличению плодовитости родительского стада и получению здорового приплода с высокой жизненной энергией. Резкое сокращение падежа в 4-5 раз за счет укрепления природного иммунитета животных. Сокращение количества непродуктивных осеменений и сроков сервис-периода. Экономия на ветеринарных препаратах, антибиотиках. Значительное определение сроков хозяйственного использования животных. Экономия кормов за счет повышения усвояемости до 22%. Отказ от необходимости широкого использования синтетических препаратов, стимуляторов и антибиотиков. Ориентация животноводства на получение чистой продукции с высокими потребительскими качествами. Штамм хлореллы является естественным антибиотиком, обладает лечебно-профилактическими действиями противинфекционных, бактериальных и других заболеваний. Обладает полным набором жизненно важных витаминов, аминокислот, микроэлементов, а также содержит до 60% растительного белка. Ускоряет восстановление организма животных после прививок и заболеваний. Обеспечивает увеличение привеса мяса, надоев, молока, сбора яиц. И в животноводстве при откормке крупного рогатого скота, в свиноводстве, в птицеводстве, в пчеловодстве и т.д. В целом, экономический потенциал использования хлореллы в животноводстве имеет одинаково высокий уровень практически во всех направлениях. Применение суспензии хлореллы позволяет в краткие сроки максимально обогатить и сбалансировать рационно-природным комплексом биологических ценных веществ. Добиться решения комплекса зоотехнических и ветеринарных проблем, производить качественную экологическую чистую продукцию, значительно повысить рентабельность своего хозяйства. Бутли из-под хлореллы, суспензии, мы также нальем водички, добавим удобрений и будем здесь также выращивать нашу хлореллу. Вот столько вот осталось, потом немножечко родолю по всем. Итак, начнем. Для замера уровня растворенного кислорода в воде мы будем использовать такие вот химические тесты. Берем специальную пробирочку. Набираем водичку. Пробирочку помоем в испытуемой водичке. Набираем по отметочку 15 миллилитров и берем реагент номер один. Капаем 5 капель. Раз, два, три, четыре, пять. Закрываем, берем второй реагент под номером два. И тоже капаем 5 капель. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. Затем берем крышечку, переворачиваем и ждем 30 секунд. Тем временем подотавливаем реагент номер три. вот такого желтого оттеночка маслянистая жидкость получилась у нас. Ждем 30 секунд. Есть, готово. И капаем еще пять капелек реагента номер три. Да, это он. Раз, два, три, четыре, пять. Закрываем крышечкой нашу бутылочку. Закрываем крышечкой нашу пробирочку. Переворачиваем два раза. Раз и два, второй раз. Ждем 30 секунд. Берем нашу шкалу, прикладываем и сравниваем по цвету. Смотрим уровень кислорода. Ну, примерно между 11 и 14 миллиграммами на литр. Напомню, что нормальный результат для зимы это 12-13 миллилитров. То есть уровня кислорода в пруду достаточно. Итак, второй тест, который мы проведем, это замер уровня PH. Открываем колпачок. Включаем наш прибор и погружаем в воду. Итак, значение PH стабилизировалось. У нас получается уровень PH 9,9. А на этом все. Ставим лайки, подписываемся. Для того, чтобы не пропустить следующее видео. До скорых встреч. До встречи. До встречи. До встречи. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...